Приветствую вас. Как правило, дилемма предполагает наличие двух вариантов решений. Дилемма предполагает, что у вас несколько вариантов решений, что у вас несколько вариантов действий. И дилемма предполагает, что вы как бы выбираете. Выбираете из этих двух, да, слова D, выбираете что-то одно. Видите, история начинается с того, что мужчина сдастся в 14 лет. Это всегда про восприятие своего партнера с несколько детской позиции, а самого партнера с несколько родительской позиции. То есть, если партнер старше на достаточное количество лет, там, ну скажем, больше 5-6 лет, в зависимости еще от возраста, потому что если, например, мужчине 45, женщине 30, то это не такая большая разница, как, например, если мужчине 35, а женщине 20. Например, это вот куда более серьезные различия. Вот, вы из своего возраста не пишите, поэтому не очень понятно, но как бы все равно это особенность. Особенность мужчины вот на сколько лет старше вас. Значит, это родители. Все родители. Значит, здесь у нас, что, проблемные взаимоотношения с отцом, как правило. Проблемные взаимоотношения с отцом. Значит, недолюбленных со стороны отца, возможно. Недостаточно внимания со стороны отца, возможно. Обиды на отца, возможно. Ну и всякое такое. С другой стороны, с другой стороны. Если со всем все хорошо, то могут быть другие причины, с которыми вы выбираете именно такого мужчину. Например, только с таким мужчиной вы можете быть слабым. Например, с таким мужчиной вы можете позволить себе быть слабым. То есть более открыто проявлять свои эмоции, свои чувства, свои желания. Может быть, быть более импульсивным и все так, всякое такое. В любом случае, речь здесь идет о том, что человек не готов, с одной стороны, проявлять себя и выражать себя. С другой стороны, он, ну, либо этого боится, либо не хочет нести ответственность за последствия. Потому что, вот, в данном случае, нужен кто-то, кто, ну, как бы, я бы сказал, сдерживать будет. Но это, наверное, не совсем корректно. Не совсем корректно определение. Вот. Наверное, правильнее сказать, кто будет компенсировать. Вот это, наверное, правильно будет сказать, да. То есть кто будет устанавливать определенные рамки, определенные границы. Человеку. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Почему нужны границы и почему нужны рамки? И почему человек сам не может эти рамки и границы себе установить сам? То есть сам не может определить, когда хватит. Когда начинается вред. Себе, в первую очередь. Самому. Ну и так далее. То есть вот здесь очень важно понять, вы кого видите в этом мужчине. Вы видите в нем отца, вы видите в нем кого-то еще, там, не знаю, мужа, отца, своих детей возможных, или что-то, что-то такое. Понимаете? Либо вы в нем видите просто мужчину, которого вы хотите, к примеру, сделать счастливым. Ну вот не похоже из вашего тех, что вы хотите сделать этому человеку счастливым. Не похоже никак, вот от слова совсем. Вот. И это, конечно, очень тревожно, потому что объясняет ваше такое вот тревожно-зависимое состояние. Когда вы говорите, что вот мы встречаемся на выходных. Вот. Вы говорите, что я работаю в свое время. Ну вот. Он женат, хотя в шину не видится, информация проверена. И здесь вот вы говорите косвенно, говорите о том, что у вас нет стопроцентного доверия к мужчине. К сожалению. Вот. Проблема доверия – это всегда стыд, стыд и всегда страх перед болью. И всегда это про недоверие себе. И попытка компенсировать вот это вот недоверие себе, ну, доверительными отношениями с другим человеком. То есть, чтобы другой человек компенсировал то, что я не могу дать себе, то, что я не доверяю себе. Вот. Значит. Он женат, но жену не видится. Ну, а как бы, о каком развитии отношения вообще может быть речь, если он не развелся? Пока он не развелся, пока он, пока он не развелся, он не может жениться вновь. По крайней мере, на территории той страны, где он это сделал. Поэтому, извините, о каком развитии отношений вы говорите, не очень понятно. Не очень понятно. Вот. Дальше. Значит, позвонимся каждый день. Наверное, еще обязательно желаем друг другу спокойной ночи. Ну, это, знаете, похоже больше на такой ритуал. То есть, это больше похоже на ритуал и на демонстрацию, ну, стабильности какой-то. Может, отношений этой, ну, сейчас. Дальше. Дальше. Следующий момент. Значит, вы говорите, недавно залезла к нему в телефон и видела там переписки с другими женщинами. Собственно, зачем залезли в телефон? Собственно, ну, зачем? Для чего? Залезли. Как вы к этому пришли? Тут я не вижу никакой субъективной стороны того, что вы сделали. Далее вы пишите, я была в шоке, не ожидала от него такого. Чего именно вы не ожидали и из чего именно состоит ваш шок. Давайте разберем это. Это очень важно. Я не знаю, стоит ли продолжать с ним отношения. Так, на мой вопрос, почему наши отношения развиваются, он не особо хочет говорить. А если отвечает, то говорит, что он не готов сейчас. И что вам здесь непонятно? Человек не готов сейчас. Человек не завершил отношения с твоей жизнью, он не развелся с ней. И еще. Я не очень понимаю, честно говоря, о чем идет речь. Здесь. Вот. Также не очень понятно, что вас интересует, в первую очередь отношения или сам человек. Есть у меня такое подозрение, что отношения как к категорию, смысловую, вы здесь выносите в нечто самостоятельное, подчиняя при этом людей, в том числе и себя этой категории. Это ошибка, потому что эта категория не является самостоятельной. Она является исключительно исполнительной, исключительно служебной по отношению к главному, к человеку. Если вам хочется делать человеку, если вам хочется что-то делать для человека, делайте. И в таком случае смысл продолжать отношения, и отношения есть, и он именно в этом. И если вы делаете это искренне, если это вы делаете чувственность и души, ничего не ожидая, то человек, скорее всего, будет с вами. И плевать ему хотелось на других женщин, которые его используют. Но если вам не хочется делать человека, если вам не хочется что-то для него делать, или если что-то вы делаете порождает ожидание определенного рода, то в таком случае отношения порождать нет смысла. Потому что вы будете несчастливы, вы будете требовать постоянно чего-то от него на мужчину, вы будете давить, в итоге он уйдет. Но прежде чем вы поймете, как вы воспринимаете мужчину, прежде чем вы поймете готовы для него, что делать или не готовы, вам нужно разобраться в себе. И разобраться в том, насколько аутентично вы видите мужчину. Вот. Тогда, я думаю, ситуация будет вам ясна. Гораздо лучше. Ну и, несколько странно, что, по большому счету, вы говорите, я не знаю, продолжать ли мне отношения с этим человеком. То есть, по сути, вы спрашиваете нас о том, вот стоит ли мне продолжать отношения с мужчиной или нет. Но мы же психологи. Как психологи мы не можем давать прямых советов, мы можем только лишь помочь вам разобраться в себе. И это справедливо. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...